В Самаре продолжается ремонт дорог. На Зубчининовском шоссе фрезеруют старое дорожное покрытие, чтобы в дальнейшем обновить проезжую часть. Общая площадь работ составляет 45 тысяч квадратных метров. На объекте уложатый высокопрочный асфальтобетон, заменят люки смотровых колодцев, защитят от разрушения кромку дороги, где бортовой камень не предусмотрен. Закончить работы планируют в течение месяца. В Самарской областной библиотеке 4 мая в 11 часов состоится лекция «Запасная столица Куйбышев в годы Великой Отечественной войны». О жизни города в тылу расскажет доктор исторических наук Александр Репенецкий. Вход свободный. В Самарском областном клиническом кардиологическом диспансере имени Полякова провели первую в регионе операцию на сердце методом хирургии малых доступов через боковую таракотомию. Клапан заменили не стандартным способом, рассекая грудную клетку, а через маленький разрез под грудью. Такой вариант стал возможным благодаря новым инструментам. Так пациенты быстрее восстанавливаются и возвращаются к обычной жизни. В регионах России возможны полярные сияния из-за сильной магнитной бури, которую ученые наблюдали вечером 2 мая. Она увеличивалась постепенно и к концу дня набрала мощь, равную индексу 7, что придало ей статус третьей по силе бури года. Почти над всей территорией России сформирована зона полярных сияний. В России могут отменить штраф за тонировку передних боковых стекол, если их светопропускание не менее 50% от показателя, установленного требованиями техрегламента. Соответствующий законопроект внесли в Госдуму. Флаг с российским триколором в правом нижнем углу номерного знака автомобиля может стать обязательным. Исключение сделают для красных номеров машин дипкорпуса. У них значок будет факультативным. Проект поправок пока обсуждается в техническом комитете при Росстандарте. Россияне готовятся к празднованию Пасхи. Диетологи рассказали, сколько яиц можно съесть без вреда здоровью. В этом продукте содержатся важные аминокислоты, жирорастворимые витамины и холестерин. При этом пары яиц в день будет достаточно. Если съесть 10, то организм испытает сильную белковую и жировую нагрузку, что может привести к неприятным последствиям.